Привет! Сегодня мы опять поработаем с маятниками. Колебания маятников могут быть и не совсем обычными. Для начала добавим к одному маятнику второй такой же. Частота колебаний такого маятника вдвое больше одинарного. Энергия колебаний такого маятника также удваивается в сравнении с обычным маятником, совершающим колебания с такой же амплитудой. Теперь возьму маятник, совершающий круговые движения на подвесе. К данному маятнику также можно добавить второй, совершающий колебания на той же орбите. Как и в случае с маятником, совершающим возвратно-поступательные колебания, добавление второго маятника приводит к удвоению частоты колебаний и к удвоению энергии, которая обладает данной системой из двух маятников в сравнении с одиночным маятником. Добавим к существующему двойному маятнику еще два маятника. В итоге получим колебательную систему с четырьмя маятниками, объединенную в единую колебательную систему. Частота энергии колебаний данной системы увеличивается еще больше. Количество маятников, одновременно совершающих колебания на одной и той же орбите, может быть сколь угодно большим. Конечно, если рассматривать колебания не реальных шаров, а материальных точек. Можно также представить колебательную систему, состоящую из маятников, имеющих различную массу. Разместим рядом с одним массивным маятником, второй значительно более легкий. Поведение данной колебательной системы в большей степени определяется поведением более массивного маятника, а колебания более легкого маятника лишь вносят едва заметные коррективы в общий колебательный процесс. С колебаниями связано функционирование множества физических систем, в том числе и функционирование элементарных частиц. Структуры основных элементарных частиц, из которых сформировано реально существующее во Вселенной вещество, могут быть объяснены и обоснованы с помощью рассмотренных сейчас колебательных систем и с использованием знаний об основных эффектах гидродинамики. Все без исключения реально существующие элементарные частицы представляют из себя колебательные системы. При этом лечь идет лишь о частицах, которые способны существовать в свободном состоянии и которые могут самостоятельно преодолеть хоть какое-нибудь расстояние в пространстве. Так как абсолютное большинство элементарных частиц, открытых в настоящем времени, из-за ничтоженного времени в своей жизни не покидают точку столкновения исходных частиц, хочется обратить внимание на то, что мы в ближайшее время будем заниматься лишь частицами, способными существовать в свободном состоянии. Наличие многочисленных структур, возникающих в нынештожное время, в месте столкновения исходных частиц, обладающих высокой энергией, не имеет какого-либо значения, не вызывает интереса и не заслуживает внимания. В связи с тем, что мы в начале работы уделили внимание изучению свойств вихревых воронок, может сложиться впечатление, что вихревые воронки являются ключевым моментом на пути создания функциональных моделей элементарных частиц. Это, конечно же, не так, хотя необходимость понимания структуры вихревых воронок на пути формирования моделей элементарных частиц все-таки существует. Объяснение природы вихревых воронок не представляет затруднений, однако при этом стоит исключить из рассмотрения всякую связь вихревых воронок с теорией обычных вихрей. Хотя разработка наглядных моделей элементарных частиц вовсе не требует приложения значительных умственных усилий, все-таки из-за наполнения современной физической науки странностями и безумными идеями, даже сама возможность понимания устройства элементарных частиц и наглядного представления процесса их функционирования может восприниматься как что-то совершенно невероятное. Для перехода на разумный уровень понимания происходящего в нашем мире лучше всего для начала перестать обращать внимание на наличие в физике неимоверного количества странностей и безумных идей. Скоро все безумное останется где-то в стороне и со временем вовсе заботится в связи с ненадобностью. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok